Бобруйчанка Дарья Новомова, чемпионка Европы, потяжкой атлетицы. Бобруйчанка Дарья Новомова, чемпионка Европы, потяжкой атлетицы. С поборницей у этой дни прямая Грузия. Наша спортсменка стала лепшей у ваговой категории до 76 килограммов. Агульная вага, якую подняла беларуска на килограмм большим у испанки Лидии Валентин, что стала серебранным призером. Замкнула пьеды стал шведка Патрисия Стрэнюц. Адразу после перемоги с золотым медалем Дарью Новомову поменьшовали президент Беларуси Александр Лукашенко и старшиня Могилевского Аблбыконкама Леонид Заяц. За нашу спортсменку особливо переживали на Емалой Радиме, у верцы потоки Клишевского района. Тут Дарью разом с адновязковцами подтримлива у батька чемпионки Сергей Новомов. С Валентином она постоянно соперника, кто кого. В толчке Валентин она слабоватая, в рюке она более мощнее. В толчке Даша обойдет ее. Не переживать нельзя, но все равно смотрел, давление поднялось. Смотрел, как положено, трансляцию. Как все это прошло и давление упало. Положительные эмоции. Ну конечно, звонили люди, поздравляли и сейчас поздравляют. Вайберы переписывался пока, поздравил ее. И говорю, надо отдыхать, ты заслужила. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Могилевской области Михаил Русы проведет особистый прием в Шкловском районе. Сустреча отбудется с 17-го красавика. Прием громадян и представников юридичных особ будет ладиться с 9 до 13.00 у Городищенским сельским выканавшим комитете. Попередние записаться на прием можно по телефону в Шклове 78 207 78 188. Люди и майомы стерпят подчас пальвания травы и сметя. Два человека загинули у таких пожарах на Могилевщине с початку сезона. Трое отримали серьезные травмы. Больше за 300 разов пожарные разлики выезжали на тушение травы. Знищено больше за 60 побудов. Про весновые палы и их наступство у нашем наступном рапортаже. Некольки десятков молодых сосенок, кустарник и трава. И все это, рассказывая Надея Осмолуцкая, сгорело за 15 минут, пока она мылась в лазни. А я его откинула, сегодня видно, что оно где-то горело, и пошло так вот все гореть. Я уже тут сама тушила. За сколько минут разгорелось, пока вы в бане были? Сколько вы в бане были? Ну не помылась. Ну нехай минут 15 от силы. Все. Поколь ехали ртовальники, женщина спробовала самостоянно тушить огонь, али молодые древцы мясцового лезгазу сгорели. На предприемстве подлечили нанесенный урон, амаль 800 базовых величин. Старшиня мясцового сельсовета, каже, оглядальные комиссии постоянно рассказывают людям, чому нергай спаливать траву, а тут такое. Сергей Хрилянков наводил парадок на участку у батьковской хате у везцы Пухнова. У вынику знищенные дахи и пошкодженные стены трех домов и шести побудов. Взял лопату и пошел палить. Думаю, если что, затушу. Ну и запалил. Ну откуда не возьмусь, ветерок падаю. Там загорелось, там загорелось. Один не мог справиться. Кам выкликать ртовальников, довелося бегши до суседзю, а за этот час огонь перекинулся на траву, кустарники и суседские побудовы. У Адносинах до Сергея склали администрационный протокол. По слову хратовальников, у Яны что год нагадывают правила разведения костра. Организовывать разведение костра на площадке, которая будет исключать передвижение, переброс огня на траву, на сухую, на ближайшее строение, а также постоянно находиться рядом с данным костром, принимать меры в случае необходимости, иметь первичное средство пожаротушения, ведро с водой, лопату. В случае чего, чтобы можно было притушить данный огонь. При сжигании травы на корню предусмотрена ответственность до 40 базовых величин. Наталья Ильинич, Александр Артемьев, Новина региона. Пять человек потерпели у вынику ДТЗ в Белыйницком районе. На 167-м километре автодороги Минск-Могилю сотукнулись автомобили «ДАВ» и «ГАЗ». Або два транспортные сродки ехали у попутном накерунку по одной полосе. По словам инспектора УДАИ, водитель машины «ДАВ» стратил увагу, и его грузовик урезался автомобиль «ГАЗ», який начал глохнуть под час руху. А до дару кузов газа сорвало з рамы. Водители 4 пассажиры гэты машины отримали травмы. Змесца авары их забрали у больницу. Каб высветлить обстояны здоровья, на месте працевали эксперты. Призначены судовые, медицинские и аутотехнічные экспертызы. Специалистам необходимо высветлить техничный стан транспортных сродков. Як цвете сакура можно буде убачить укрычеве на территории Палаца Потемкина. Историчный музей выиграл грант по программе Глобального экологичного фонду. Уже установили широк арт-объекта, а так само музей набыл саджанцы экзотичных рослин. Их утка пачне закладывает декоративный сад. Гэты карета, каля Палаца Потемкина, уже цяпер популярный объект для фотосесий. Побыч лавка для спотканья у прыгожей арки. Теперь супрацовники музея рыхтуются до закладки экзотичного саду. Мы приобрели и по-прежнему сегодня еще докупаем самые различные уникальные растения. У нас более 200 новых видов растений появятся. Это деревья, это и кустарники. Появится небольшой мини-фруктовый сад. Появятся у нас экзотические сакуры. Мы пять штучек в этом году купили. Ну, наверное, итоговая реализация проекта, она значительно повысит уровень туристической привлекательности Дворца Потемкина. Але обновлений не только эстетичные. Паусюдно установлены энергосберагальные лямпы. Так само по проекте Палацево-парковый ансамбль «Территория экотуризма и чистая экология» отбудется реконструкция котельни музея. Мы выиграли 50 тысяч долларов именно иностранного гранта, иностранных денег, ну и свои вложения, аналогичная сумма свои вложения. То есть котельная у нас есть, рабочая сила у нас есть, которая установит это. То есть свою долю вот таким вот образом мы вносим. У Крычевского райсовета депутатов поведомили зараз у их распроцовцы и аще некольких экологичных проектов. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новины региона. Улику отметности у Могилёва теперь и я еще одна – редкая птушка. Черную казарку зауважили на ускрайку областного центра. Ее приезжают сдымать и фотографовать навод из других краин. Для орнитолога у черная казарка на нашей территории – соправдная падея. Могилючанин Андрей – доктор, а у вольный час орнитолог – аматор. Назирая и вывучая птушек, недавно его коллеги по хобби повиншовали Андрея с редкой удачей. И он знайшов сярод стаи гусей редкую особенную, якую в Беларуси не бачили с 2014 года. Удалось определить, что это черная казарка, которая не должна здесь находиться. Она залетела сюда случайно, видимо прибилась стаи белолобы гусей. И это удивительно, потому что основной орел обитания – это север, северо-восток России, Алтая. Это даже вплоть до полярного круга. Некоторые подвиды обитают в Северной Америке, Канаде. И поэтому нахождение в Беларуси достаточно удивительно. На ускрайку Могилева сбоку Казимировки посетца стая диких гусей. Полевание тут заборонено, и тому птушки спокойно отпочиваются перед далеким перолетом. Так что Могилев, Сябровский до птушек лишать кинооператор Илья, який сдымает минавито природу. Я приехал с Березинского заповедника, 260 километров приехал, потому что на самом деле удивительно, очень редко встретишь птиц, которые не боятся вообще. В принципе, человек, который позволяет подпустить до 10 метров. Я считаю, что это самое лучшее, что можно вообще снять, получить какие-то эмоции положительные, ну что-то такое чистое, светлое, каждое животное по-своему уникальное в любую пару годов. Поэтому снимайте не только людей, но и природу. Не каждый может похвалиться ведением и 10 птушек, при том, что в Беларуси, по слову хорнитологов, проживает больше за 300 видов. Например, редкую сезаворонку над свыше пригожой птушкой зауважили и официально зарегистрировали на Черековщине. Катярина Градницкая, Віталь Вопсев, Новинирегиона. Другая декада красавика ждет в межих среднеклиматических температурных значений. Как удоклоняют синоптики, это в среднем 6-7 градусов тепла. Характер на дворе по раннейшему под впливом в области повышенного атмосферного отсиска. Выходные, по словах синоптиков, не принясут тепла. В субботу чекается парывистый ветер, и хоть без опадков, але температура поветра не выше за 10 градусов в день. У неделю и в уголе пройдуть опадки, навод махшиму мокрый снег. Парывистый ветер да 14 метров за секунду. И слупок термометра усет так же, не выше за 10 градусов. У ауторых и сираду перважно без опадков, и ветра парывистого по прогнозе не чекается. Але усе ровно у ночи довольно холодно, до минус 5 градусов. А у день плюс 8, плюс 13. А на этом наш выпуск завершен. И дякую за увагу. И до сестра.